Стало очень смешно, что больше всех возмущаются арестом Дурова за нарушение свободы слова в России, где запретили Инстаграм, где запретили Фейсбук и где замедлили Ютьюб. Это очень смешно. Зажимают свободу слова и тем, что арестовали Дурова во Франции, который создатель Телеграма. Дайте свободу слова, а мы пока не замедлим Ютьюб. А почему? А потому что... В общем, мы живем в мире, как называется в Торе, вот этот мир, в котором мы живем, называется мир лжи. Причем мы так назвали его не там сегодня, а несколько тысяч лет назад. Алма-де-Шикра, потому что мир, само по себе слово мир, если мы на него посмотрим, на иврейке, этимология этого слова, улам, улам это скрытое, да, слово улам это скрытое. И в Экклезиаске, если вы поищите хорошо, вы найдете такую фразу, что никто не знает весь мир от начала до конца. И что Всевышний дал этот мир в сердца людей, бели-бам, значит, так написано, да, бели-бам. И написано слово улам, слово улам, мир, написано без вава, без буквы вав, сокращенно. Как бы на, если мы возьмем на русском языке, это было бы написано МР, вот так вот, с одной буквы нет, МР написано. А почему МР написано, да, что это Всевышний хотел показать? Что это хотел писать Соломонам, передать в этом написании, да, ответ такой. Он нам хотел передать в этом написании, что у каждого из нас есть маленький мирочек, маленький кусочек мира в голове, и каждый живет вот в этом вот маленьком кусочке мира, в маленьком описании своем, да, вот я живу, например, что меня в мире интересует? Здесь я смотрю даже новости, читаю и так далее. Значит, меня интересуют новости, если я читаю про мир, только Россия, Украина и Израиль. Ну, и вот в этих новостях израильских и российско-украинских иногда пишут про мировые новости, которые каким-то образом касаются, какие-то, каким-то образом касаются этих стран. А в мире, знаете, сколько стран? Почти 200. И я вообще не знаю, что там творится. Южная Америка, Африка вообще, невероятное количество людей живет, да, миллиарды. И вообще не знаю, что там у них творится. То есть, а у них в голове, у них там, вот их, что у нас сегодня у наших там мумба-юмба лидеров, да, в голове. И каждый человек живет в маленьком мирочке, о котором сказал царь Салмон, олям, без буквы ва. У каждого в голове живет вот этот маленький мирочек. Или в этом маленьком мирочке у каждого в голове есть его, его главный персонаж. У каждого из нас есть главный персонаж своего мира, который занимает больше всего ресурсы размышлений, да. Это я сам. Как это меня касается все, что я чувствую, что со мной будет, как и что, какие-то события в моей жизни. Поэтому Бог дал мир, который ни в коем случае даже близко не может соответствовать реальности. Такой мирочек такой, да, у каждого такой микросериальчик. В моем, кстати, микросериале, я вот хотел поделиться, у меня родился внук, да. Я уже стал дедушкой в моем микросериале, это очень удивительно, я уже дедушка. Слава Богу, то есть я думал, надо делиться, не надо, но принято делиться. Потому что это Всевышний дал мне радость. Пришел еще один человек в мир, он пока компьютер без программ, то есть без программного обеспечения. Сейчас по теории надо сделать ему обрезание. Значит, вот маленький ребенок пришел в мир, сейчас, так как он родился в семье, еврейской, религиозной семье, то, слава Богу, на восьмой день нужно сделать ему сейчас обрезание, процедура начинается в его жизни. Слава Всевышнему, спасибо Всевышнему, это радостное событие. И вот человек строит свою жизнь, каждый строит свою жизнь, исходя из правил, по которым он строит свою жизнь. И приход вот нового человека в семью и так далее, это радует. А если есть такие люди, которые верят в их микромире, в их сериале, они себя назвали каким-то таким словом, там, child free, есть такие люди. Я помню, когда-то ко мне на работу пришла одна устраиваться, еще, ну, где-то лет 15 назад, но я так запомнил, для меня шок был. Ну, там, я помню, какую-то работу, я тогда еще управлял бизнесом, и она такая рассказывает о своих, там, профессиональных качествах. Я говорю, ну, а вот о своих расскажи что-то о человечестве. Она такая, я, значит, child, убежденный о child free, чтобы детей не было. Я говорю, ну, извините, тогда до свидания, тогда у нас нет с вами общей платформы, да. Вот задали очень сложный вопрос, почему Иисуса на 9-й день обрезали. Во-первых, я не знаю, но может, у него была желтушка. Смотрят ребенок, если желтенький, то тогда его нельзя обрезать. И ждут, пока желтушка пройдет. Поэтому, если, может быть, у него на 8-й день была желтушка, а на 9-й день, значит, решили его обрезать, потому что прошла желтизна. Может такое быть. А может, мой ли они могли найти. Там, был он занят. Договорились. Раньше же не было там ни телефонов, ничего. Нужно найти специального человека, который делает обрезатель. Мне сейчас нужно найти мой ли, там, организовать все это. Возможно, тогда тоже искали, а мой ли говорит, не, у меня в этот день все обрезание уже. Вообще, мой ли бы нашелся. Я думаю, до захода солнца можно сделать. Разные могут быть. Папа не было. Папа был занят, не пришел. У него же отец все-таки был. У него была мать и отец. А мы продолжаем, значит, изучать. Сейчас мы находимся. Вот самая большая глава здесь, это раскаяние. Почему эта глава раскаяния самая большая? Потому что раскаяние, это удивительный такой механизм, да? Который позволяет вот этот вот олам, мир, который у каждого человека в голове находится в виде мыслей и в виде размышлений. И есть набор мыслей и размышлений, которые, вот эти вот мысли и размышления есть, которые у обычного человека, они как бы зацементированы его верой. То есть человек верит, что, например, вот эта девочка верила там в идею child-free. Кто-то верит, что он там развита амеба, инфузория туфелька. Кто-то верит, что надо быть грустным. А кто-то верит, что надо быть веселым. То есть вот эти все идеи о мире, которые существуют только как следы в нейронных сетях человека. Да, у человека есть здесь в голове наборы стомлярдов нейронов. И вот Всевышний дал нам механизм, который тоже основан на вере. Вера в раскаяние, она позволяет ему существовать. То есть это отдельная заповедь в Торе, заповедь шува раскаяния. И вера в то, что Всевышний дал этот механизм и дал возможность как бы стирать какие-то кусти своего прошлого и своего отношения к миру и менять его. Спасибо, спасибо всем за поздравления, что Всевышний дал вам огромные поводы всем для радости, для счастья. Так вот, мы сейчас изучаем, как это работает. Раскаяние, как установка к заводским настройкам, установка к духовным возвращения. Это называется тшува, именно возвращение. На иврите очень точно слова передают суть процесса. И раскаяние на иврите тшува. Ля шув. Вернуться к Богу, говорят. Не прийти к Богу, да? Не подняться к Богу. А именно ля шув вернуться, потому что возвращение идет к внутреннему источнику, вот этот вот божественный свет, божественная душа. И вот, значит, что побуждает. Побуждает вернуться к Всевышнему, там, страдания и так далее. Вот в четвертых. Когда человек изучает учения Всевышнего и читает пророков, книги пророков и Писания, и слова мудрецов Талмуда, и там, где он видит предостережение и наказание, понимает поучение, сердце его пробуждается. И он думает, могу ли я читать Тору как простую книгу? Нет. Я должен принять учение всерьез, соблюдать и исполнять согласие с тем, что читаю. Как сказано об Йошияу, пророке Шияу, и было, когда царь услышал слова книги Торы и разорвал свои одежды, эта книга плохим. То есть, как нам заходит информация в голову, да? Она к нам заходит, особенно вот если говорить про то время, то информация заходит в голову раньше, заходила только от людей. То есть, писем особых не было, человек приходит, например, он, ну, не было вот таких, как сейчас, компьютеров не было, интернета не было, ничего не было, книг не было. Две тысячи лет назад, например, не было книг, а были свитки. То есть, были такие вот на пергаменте свиточки, да? И читать большинство не умело. Откуда слышали друг от друга? Приходит, значит, там Йосеф Фишман, приходит Калмыкова Надежда, и говорит, Надежда, говорит, покайся. И что? Я помню, когда я приехал в Киев, ну, я приехал в дилюдиозным человеком, очень занимался религией, и при этом я занимался еще тренингами, да, психологией. Я проводил корпоративные тренинги в разных компаниях. Вот я прихожу в одну компанию, в рекламное агентство. И там была директора этого рекламного агентства, звали ее Наталья Боярчук, как сейчас помню. Наталья Боярчук. И, значит, ну, она видит такой странный человек в кипе, в такой в кипе. Я ходил тогда в костюмах, в белых рубашках. Костюм, белая рубашка, значит, кипа, тут какие-то ниточки, цы-цы-цы. А преподавал я постановка целей, мотивация, ораторское мастерство, презентация. Ну, абсолютно такие понятные для бизнеса вещи, которые переговоры, коммуникация. Ну, и мы как раз, они у меня заказали тренинг. Это было рекламное агентство, одно такое очень иностранное агентство, их филиал в Киеве, в Украине, одно из агентств. И вот я, значит, с ней, с Натальей Боярчук, один тренинг провел, потом там было посттренинговое сопровождение, другой тренинг. И мы с ней подружились. Очень умная такая девушка. Она мне начала задавать вопросы про Тору, про то, про все. Я так потихоньку и отвечал. Она мне говорит, а у меня, говорит, есть духовный учитель. Он из космоса информацию получает. Я говорю, смотри, Наталья, будь осторожна. Вот эти все, которые из космоса информацию получают, они там неизвестно, что получают. И неизвестно, что он там добавит к этой информации. Потому что, ну, как бы, я иду вот по книге. Вот написано так, про Рок и Шаяу, там, книга в Лахим, там все. И тут, как бы, ты можешь проверить. Эзра был, да, такой, Эзра Софер, написано. Плакал, есть народ, услышал слова Торы. Ирмия, ну, про Роки как-то можно самой прочитать. А он что из космоса получает, ну, ты же не знаешь. И прошло еще там несколько месяцев. Она говорит, я перестала, говорит, с ним, у него учиться, у этого духовного учителя. Я говорю, почему? Она говорит, а он мне сказал такую вещь, что я, говорит, дальше тебе могу передавать информацию, только если я тебя тоже антенной подключу, значит, к космосу. Ну, я говорю, в смысле? Она говорит, ну, тебя тоже спросила, в смысле? Оказалось, что он хотел свою антенну в меня вставить, говорит. И говорит, только так дальше будем передавать. Я, говорит, отказалась. Она, это Наталья Борчук, она замужем была, а он ей предлагал антенну в нее вставить. Она говорит, я поняла, что ты был прав, потому что, наверное, он добавляет что-то из космоса, то, что он получает, что-то там от себя, от себя это она какая-то присутствует, да? Хорошо. У человека может прийти он к раскаянию, к тшве, если он читает книги пророков, писания, мудрецов Талмуда, и он, когда читает вот эти все тексты, то к нему может прийти, в принципе, он через вот эту вот информационную такую вот информацию, к нему, что это такое слова пророков? Это слова Всевышнего. И они, заходя к нему в голову, он для себя, что-то у него включится, какой-то его личный свет. В-пятых, вот здесь в-пятых я подчеркнул, поставил пять восклицательных знаков и написал, что как раз я в это время раскаялся. Книга тысячу лет назад написана. В-пятых, когда наступают десять дней раскаяния, это дни между Роша Шана и Йом-Кипуром. Есть такой день в календаре, да, называется Роша Шана, начало, голова года дословно переводится, начало года. И все привыкли, что это явились и новый год. Но если мы посмотрим на календарь, то это как раз Роша Шана выпадает на первое число седьмого месяца года. Первый месяц года это Ниссан. Первое Ниссана это начало года, это как по-русски это близко где-то к апрелю выпадает, да. Ниссан это тот месяц, когда вышли из Египта. На четырнадцатый день месяца Ниссан наступает Песах. Песах это был исход из Египта. Когда был исход из Египта, четырнадцатого Ниссана, на пятидесятый день от исхода из Египта была дана Тора. Значит, вышли из Египта, прошли, значит, через море на седьмой день и дошли, когда до горы Синай, это был пятидесятый день на выходе из Египта. И получили Тор. Это, получается, шестого числа месяца Сиван, да, получили Тор на пятьдесятый день. Потом, значит, подошли к земле Израиля, были разведчики, вернулись, сорок дней ходили в пустыне и так далее. И Всевышний Евторий установил, что будет у вас осенний праздник в седьмой месяц. В первый день это Роша-Шана, это день Трубления, да, это день Суда. Потом на десятый день седьмого месяца, месяц Тишре называется, наступает Йом-Кипур, день искупления. Десять дней между Роша-Шана, главой года, и днем искупления называются десять дней раскаяния. И дальше, пятнадцатого числа, наступает самый веселый праздник у евреев, это Суккот. Это Суккот, это живут в Шалашах семь дней и прославляют Всевышнего, читают книгу Экклезиаст и радуются жизни. Это называется Суккот, праздник Суккот. Вот три главных праздника, как бы, структура года. Но почему Роша-Шана начала года на седьмом месяце, не на первом? Есть в Талмуде спор, почему есть вот эти вот два разных новых года, первый месяц и седьмой месяц. И оказалось, что ответ такой, что и это правильно, и это правильно. Просто когда Бог сотворял мир, то вначале же мир задумывается, у любого человека есть то же самое, вначале есть импульс. Вот, например, там, опять же, Шушана Кац решила поехать в Израиль, ну, например. Вот она, вначале у нее появилась мысль, да, надо бы поехать на Роша-Шана в Израиль. Оп, это замысел. Ну, этот замысел родится, не родится, может он родится, может он не родится, но замысел уже есть, идея есть. Она начинает молиться, представлять, узнавать, этот замысел расширяется. И, например, на Роша-Шана через семь месяцев она едет в Израиль. В какой момент она, как бы, появилась, вот эта поездка? В момент, когда она была придумана и запланирована, или в момент, когда она случилась? Вот об этом спор как раз в Талмуде. Мир, он был, как бы, придуман, задуман Всевышним в Нисане. Это появление, это появление создания, да, создание замысла мира. И мир был реализован, то есть на Роша-Шана это был создан первый человек. Первый человек был, мир был создан за шесть дней до Роша-Шана. И считается, Роша-Шана это создание первого человека. Именно его создание в реальности. Адам Решон, первый человек был создан в Роша-Шана. И получается тогда, что вот это время между, с тех пор это время суда. И в этот момент, как бы, рождается человек. И происходит на духовном плане, как такое МРТ, да, как человек заезжает в такую вот систему. Его просвечивают полностью. И выходят, ему говорят, вот это ты, на тебе твой, как бы, вот этого момента, твой целюн, то, что называется. Он говорит, о, вот это я, он говорит, это ужас какой-то, что же со мной. Ему говорят, ну смотри, значит, давай сделаем снимок еще через 10 дней. И через 10 дней уже, значит, будет больше понятно. И он эти 10 дней, например, тут он постится, тут он воду пьет, тут он в сауну ходит, колет себе какие-то очищающие препараты, там все. Он 10 дней, значит, занимается конкретно собой. Через 10 дней проходит МРТ. Ему говорят, о, вот новый твой снимок, значит, они отличаются. И вот этот период, вот эти вот 10 дней, называется 10 дней раскаяния, они изначально предназначены для изменения, для раскаяния, да, для очищения себя, для очищения своих программ. И вот он пишет. В-пятых, когда наступают 10 дней раскаяния, все пробуждаются, и каждого охватывает трепет перед днем суда. Каждый думает о том, что все его деяния записываются в книгу, и в этот час Всевышний приводит на суд все деяния и все тайное, доброе и зло, ибо человека судят в Роша Шана, а приговор подписывается в Йомки-Пу. И когда человека приводят на суд, он испытывает сильный страх. И очевидно, в то время еще, когда, ну не только в то время, даже в это время, есть такое понятие, как поле, да, и когда много людей, духовных людей, они чувствовали этот момент, и они готовились, то в резонанс попадали и другие люди, находящиеся в их пространстве, да. Тут было, в народе Израиля было 300 тысяч пророков. Это были целые школы пророков. Назывались в Ней-Невим, как ученики сыновья пророков. И был период, когда были 300 тысяч, да. Значит, они учились, это как такие были духовные школы. Они занимались, как они учились, чему они учились, не знаю. Но есть такое, как бы, понимание, что в присутствии человека просветленного, осознанного и присоединенного ко Всевышнему, все, кто его окружают, они чувствуют вот этот резонанс. Поэтому тот, кто боится Всевышнего, должен уменьшить число своих жеительских дел. Пусть пребывают страхи, установят время, чтобы днем и ночью уединяться, и проверять, и исследовать свои пути. И встав рано, размышлять о путях раскаяния. Ну и так далее. Это здесь он пишет о том, что как раз это время благоволения, и как раз в это время, в 10 дней эти между Рошашной и Йом-Типуром, очень это лучшее время, потому что ты можешь действительно концентрированно принять какие-то решения, и на небе, значит, этот приговор применяется. Дальше будет с шестых, там седьмых. Расскажу, как это ко мне относится. У меня было как раз, я первый раз пришел в синагогу, это было где-то тоже вот наступал, 97-й год наступал, точно вам скажу, наступал 97-й год. И вот я, значит, прихожу в это время в синагогу, а у меня ничего не ладится, вообще ничего не ладится в жизни. Я, ну, как бы потерялся в своих представлениях о том, как надо жить, потому что я же был спортсмен до 21 года, и занимался только спортом. Потом с 21 года я занимался бизнесом, и бизнесом я не умел хорошо заниматься, но был очень амбициозный. Я был очень амбициозный, потому что в спорте у меня получилось, я занял третье место на чемпионате мира. И мне казалось, что я сейчас везде, у меня должно получаться. Но я забыл же в спорте то, что у меня тренер был, который меня вел, у меня были лучшие тренера, которые только возможно. А по жизни-то без тренера тяжело. Но я в тот момент думал, что можно, что можно по жизни разобраться. И, в общем, в итоге меня ошибки, которые я делал, у меня было как бы много было идей, которые не работали. И, значит, я искал, но я искал, я изучал там всякие, искал системы, гурджиев, кастанеда. То есть я понимал, что духовность есть, но искал к ней путь, не думал, что это есть синагогия. И вот когда у меня там все как бы разрушилось, я пришел в синагогу и говорю, научите меня молиться, там все. И меня как раз провели, была рядом Ешива, я начал учить Тору. Это был где-то ноябрь месяц, начал я учить Тору, как молиться, как учиться, как то, как это. И говорят, но есть еще заповеди, которые надо делать. И главная заповедь для старта, если ты еврей, значит, это обрезание. Союз с Богом, так и называется, брит, мила, союз, обрезание. Я говорю, смотрите, но я же все остальное делаю, и я хочу почувствовать, что от Бога тоже есть. Это же союз, это двухсторонний союз. И я, значит, молился, что мне нужны были деньги, да. То есть я верил в то, всем людям нужны деньги для жизни, да. Это как-то Всевышний так сделал. У меня денег не было. Я молился, мне нужен был от Всевышнего знак. И я понимал, что это самый простой знак, это деньги. Для меня лично, в моей картине мира. И я, значит, молился, молился, молился. И сказал так, что если я получу какую-то определенную сумму, об этом я даже снял видео на Ютьюбе, то тогда я точно пойму, что Всевышний слышит мои молитвы, принимает мои заповеди, что есть у меня это союз. И ровно прошло где-то месяца два вот этих молитв. Почему я знаю, что это был именно вот этот год? Наступал 97-й год. Это был год быка. Год быка, там целая история была связана с этим годом быка. Были там бычки такие были, включи брелки, брелки, бычки были. Я начинаю с января месяца зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. То есть у меня начинает бизнес, ну просто чудом. И у меня выстраивается бизнес. Весь 97-й год он выстраивается. 98-й год он растет, развивается, все. А я не выполнил свою часть договора. И вот 98-й год у меня рушится вся вот эта вся система. И я, как сейчас помню, у меня такое было там, жуткие всякие события разные в жизни. Я хотел жениться, жена почти умирает. Я стою в операционной, и я чувствую внутри вот у меня вот такой вот как суд. Да, такой. Мне страшно, меня прям вообще. И вот у меня такое ощущение, что я на суде, и меня судят. Это сейчас я вот понимаю этими словами. Но тогда у меня был просто тупик. И я стою прям, рыдаю, и говорю, все, Всевышний. А я же знал, что есть Всевышний, просто я как бы, он для меня сделал, а я свою часть не выполнил. Я говорю, все, говорю, я все понял, все, сейчас я прямо делаю обрезание. Начинаю все соблюдать, шаббат, все начинаю соблюдать, все я понял, значит, свою ошибку. Вот у меня было прям ощущение, что надо сделать раскаяние. Я не знал, что это Роша Шанна. Только я сразу же, через, послезавтра, после этого, я приезжаю, значит, в синагогу. Говорю, сделайте мне срочное обрезание. И мне говорят, это 3-го тишрея, это было 3-го числа месяца тишрея. То есть, тот момент, когда я вот это молился, плакал, я обещал Всевышнему, что я раскаиваюсь, и возвращаюсь ко Всевышнему, делать буду заповеди, сделаю обрезание, все. Это был конкретно Роша Шанна. То есть, я прям почувствовал этот момент, что меня судят. Все, 98-й год, делают мне обрезание. 99-й год, значит, я каким-то образом учу Тору и пытаюсь понять, могу ли я в старой моей среде, в старом моем окружении, среди тех людей, которые знали меня до Чувы, а могу ли я там измениться. Я понял, что там я измениться не смогу, потому что все люди, которые меня знали, не, которые меня знали раньше, а не знали одного человека, а я, как бы, во мне произошло глубочайше, такая внутренняя трансформация, стал другим человеком. И я уехал в Израиль, и в 90-е, получается, я приехал в Израиль, в 2000-м году я получил. Значит, это был 99-й год, когда я приехал в Израиль. 99-й год или начало 2000-го. Наверное, это было все-таки начало 2000-го, февраль месяц. То есть, получилось, что я приехал в феврале 2000-го года, начал здесь новую абсолютно жизнь, уже полностью религиозным и так далее. И сына, у которого у него сейчас родился сын, его я назвал Эли-Шама, Бог услышал мою молитву. Эли-Шама его зовут. И сейчас у него родился сын тоже в Израиле, в Иерусалиме. То есть, у меня все дети родились в Иерусалиме, и уже внук родился тоже в Иерусалиме. Слава Богу. Поэтому могу сказать, Всевышний слышит молитву, Всевышнему можно вернуться, и стереть можно свою старую личность. Хотя, ну, как бы, память стереть нельзя. Она все равно остается. И все вот эти схемы, которые в нас закладывали, и которые годами цементировались, как, что я это я, в это я верю, там, спортивные все эти поговорочки, там, шансон, на котором я вырос в спортинтернате. Я 10 лет, с 10 до 20 лет тренировался, и с 10 до 20 лет слушался шансон. Так, понятное дело, что я шансон знаю лучше, чем классическую музыку. Именно глубинная вот эта трансформация, она возможна. И она называется Чува, и время между Роша Шана и Йонг Кипуром, вот эти 10 дней раскаяния, они предназначены для вот этой вот трансформации. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам силу вернуться к нему, чтобы Всевышний дал вам свет, силу, разум, веру, вернуться к Богу. А уже дальше, это когда человек уже со Всевышним, так уже все. Это у него есть и вечность, и этот мир, и мир грядущий, и к Тори прилагается, к Тори это древо жизни. Эц хаим ли ле Макзи Тимба. Она древо жизни для тех, кто за нее держится. Вэтум Хэя, тот, кто ее поддерживает, он Мюшар, он счастлив. Поэтому все, кто поддерживает Ваекра, значит, вы поддерживаете древо жизни. Ваекра, это как раз мы поставили свою миссию, распространять Тору. Значит, вы тоже будете счастливы, будет у вас все отлично. Каждый раз, когда вы учите Тору, это время получения света, а дальше вы можете его трансформировать в свою молитву. Я очень верю в силу молитвы. И молитва Всевышнему, основанная на благодарности и на просьбе, чтобы все, что вы просите, оно вас приближало ко Всевышнему, имеет огромную-огромную силу. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью, до завтра. Счастливо.